Если прошлогодний S20 FE был по сути упрощенной версией флагманских устройств, то новая фанатская версия не сильно уступает им по продуктивности процессора, автономности и камерам. Но что стоит выбрать? Новый Samsung Galaxy S20 FE, чья цена на старте продаж медленно подобралась к цене самих флагманских устройств Samsung Galaxy S21, или же S20 FE, еще актуальная модель. Меня зовут Роман, вы на канале Киберковбой, и сегодня будем разбираться. Поехали! Внешний вид S21 FE повторяет дизайн последних флагманских устройств Samsung. Правда, модуль камеры не выделяется отдельным блоком, а сделан более обтекаемым, как в моделях A72 и A52. S20 FE, что логично, повторяет дизайн флагманов прошлого поколения, но блок камеры у него выпирает сильнее, и он скорее прямоугольный, чем овальный. Задняя крышка у обоих смартфонов из матового пластика, а рамки из алюминия. Обе модели получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Корпус S20 FE немного толще, если быть точным на 0,5 мм, и также весит он больше на 13 грамм. Субъективно дизайн S21 FE мне нравится больше, но цвета у новинки довольно скучные. Белый, черный, бледно-фиолетовый и бледно-зеленый, тогда как у S20 FE был мятный, красный, синий и оранжевый вариант. На нижнем торце у обеих моделей разъем Type-C для зарядки и внешний динамик. Оба смартфона получили стереодинамики. Согласно последним трендам, в комплекте с S21 FE будет только кабель зарядки Type-C на Type-C. Видите, какая коробка тонкая. А вот Samsung Galaxy S20 FE в комплекте будет еще зарядный блок на 15 Вт. Оба дисплея получили высокую частоту обновления 120 Гц, формата 20 на 9 и поддержкой HDR10+, S20 FE с матрицей Super AMOLED, а S21 FE Dynamic AMOLED 2X. Экран немного больше у прошлогодней модели, 6,5 дюйма, впротив 6,4 дюйма у новинки. Разрешение идентичное Full HD+, поэтому и плотность пикселей 411 ppi у S21 и 407 ppi у S20 FE. Что важно, экран S21 FE защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. О защите экрана у S20 FE ничего неизвестно, но из коробки наклеена защитная заводская пленка, если вас это как-то успокоит. Безусловно, здесь есть темная тема интерфейса и режим Always On Display, которые могут работать как постоянно, так и по графику, установленному вручную или автоматически, в случае темной темы от заката до рассвета. Режим Always On Display вы можете кастомизировать по своему вкусу, выбрав один из нескольких пресетов и дополнительно изменив цвет заливки. Также вы можете настроить и цвета дисплея, выбрав один из двух пресетов, либо вручную настроив баланс белого. Также вручную можно покрутить и ползунки RGB, но мало кто этим будет заниматься. Частоту обновления кадров можно будет понизить до стандартных 60 Гц ради экономии энергии. Плюс ко всему, вы должны понимать, что 120 Гц – это адаптивная частота обновления, которая будет варьироваться в зависимости от приложений. Если интерфейс системы всегда будет с высокой частотой, то условный Facebook, YouTube или игры могут отображаться с частотой 60 Гц, даже если предустановлено 120. S20 FE работает на 7-нанометровом Snapdragon 865 5G с видеочипом Adreno 650. Версия флеш-памяти UFS 3.1. Есть 4 конфигурации – 6 в 128 или 256, либо 8 в 128 или 256. В тесте Antutu версия на 8 ГБ оперативки набрала 664 тысячи баллов. S21 FE работает на 5-нанометровом Snapdragon 888 с видеочипом Adreno 660. Версия флеш-памяти UFS 3.1. Есть 3 конфигурации – 6 в 128, либо 8 в 128 или 8 в 256. В тесте Antutu версия на 8 ГБ оперативки набрала 748 тысяч баллов. Оба смартфона позволят вам поиграть в требовательные игры на высоких настройках графики, без просадок и лагов, что подтвердил и тест на тротлинг. Где как S20 FE, так и S21 FE показали достаточно стабильную работу при интенсивной нагрузке, без сбрасывания частоты и перегрева. Безусловно, S21 FE имеет больший запас мощности, ибо в данный момент Snapdragon 888 является одним из самых мощных чипсетов, не считая Snapdragon 8 Gen 1. Внутреннюю память можно расширить только у S20 FE, установив карточку microSD вместо одной из сим-карт. У S21 FE можно установить только две карты формата nanoSIM. S20 FE работает на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Новинка работает на Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4. В обоих смартфонах вам будет доступна панель Edge, которая дает быстрый доступ к избранным приложениям и инструментам. Что касается коммуникаций, здесь все идентично. Wi-Fi модуль, который поддерживает стандарты ABGN AC, а также новый стандарт Wi-Fi 6 или AX, Bluetooth версии 5.0 и, конечно же, NFC для бесконтактной оплаты. Сканер отпечатков пальцев у обоих смартфонов оптический и находится под дисплеем. Работает он достаточно быстро, к нему претензий нет. Есть разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры. При хорошей освещенности работает хорошо, но вот ночью может банально не сработать. Что касается автономности, здесь также все идентично. Аккумулятор объемом 4500 мАч, быстрая зарядка на 25 Вт, быстрая беспроводная зарядка 15 Вт и реверсивная беспроводная зарядка. С ее помощью вы можете зарядить свои TVS наушники, смарт-часы и даже другой смартфон с поддержкой беспроводной зарядки. В тесте Geekbench с максимальной яркостью экрана и максимальной нагрузкой на процессор, S20 FE полностью разрядился за 10 часов и 32 минуты. S21 FE за 7 часов и 49 минут. Скорее всего такая разница в автономности при одинаковом объеме аккумулятора возникла из-за энергоемкого Snapdragon 888. Зарядить оба смартфона с соответствующим блоком на 25 Вт от 0 до 50% получится где-то за 30 минут. Набор камер у обоих смартфонов абсолютно идентичный. Основная камера на 12 Мп с фокусным расстоянием 26 мм. Телефото модуль на 8 Мп с фокусным 76 мм. И широкоугольная камера на 12 Мп с фокусным расстоянием 13 мм и углом обзора 123 градуса. Фронтальная камера на 32 Мп с фокусным расстоянием 26 мм. Итак, друзья, нового смартфона вы можете снимать видео с максимальным разрешением 4К, 30 кадров в секунду. Вот такая у нас картинка получается на основные камеры. Как видите, стабилизация на обеих моделях работает достаточно корректно и хорошо. Можно сразу во время съемки переключаться на широкоугольную камеру. Вот так вот мы переключились сразу на ширик. При этом качество не падает, оно не переключается. Вы также на ширик можете снимать 4К, 30 кадров в секунду. Это приятно, что есть такой функционал, потому что останавливать съемку ради того, чтобы перейти на широкоугольный объектив порой бывает неудобно. И также прямо во время съемки вы можете переключаться на трехкратный зум. Напомню, что здесь он в обеих моделях оптический, потому что набор камер здесь идентичный, абсолютно идентичный. Вот трехкратный зум. Поэтому видео и фото на S21 FE может выглядеть лучше, как по мне, исключительно только за счет какой-то программной обработки. Но, возможно, модуль камеры сам поставили другой, хотя я очень и очень в этом сомневаюсь, потому что все цифры абсолютно совпадают. Было бы странно, если бы поставили другой модуль с другой матрицей, но с теми же техническими характеристиками. Хотя, может быть, всякое. Здесь уже нужно разбираться детальнее. Я же просто говорю по факту, что вот так вот картинка выглядит на S20 FE, а так на S21 FE лицом к лицу. И вы можете сами сделать выводы. Основная камера каких смартфонов вам нравится больше. И что еще меня порадовало, что здесь сразу на обеих моделях можно переключаться на фронтальную камеру во время съемки. Это прикольно. Вот так мы переключились на фронталку. Здесь также идет видеосъемка в разрешении 4К, 30 фпс. И это приятно, что можно также переключаться, кроме широкоугольной, до трехкратного оптического зума, на фронтальную камеру прямо во время съемки. Например, вы видите свой видеоблог, вам нужно что-то быстро подснять. Вы начинаете съемку на основную камеру, потом переключаетесь на фронтальную и даете какой-то свой комментарий. Ну, это прикольно и удобно. Что потом не нужно будет эти видео сводить в видеоредакторе, все сразу будет склеено изначально. Есть небольшой промежуток, когда не пишется звук при переключении на ширик и на фронтальную камеру, и на трехкратный оптический зум. Но к этому можно привыкнуть, можно делать небольшие паузы. Слова. Чтобы произошло переключение, конечно же. Вот такие вот дела у нас как с фронтальной, так и с основной камерой. В комментариях можете написать, камера какого смартфона вам понравилась больше, или если она вдруг вам показалась абсолютно идентичной, одинаковой, можете также в комментариях это написать и учесть. Друзья, вот так оба смартфона снимают ночью. На оба смартфона я снимаю видео 4К 30 кадров в секунду. Мне кажется, что все-таки лучше снимает Samsung Galaxy S21 FE. Камеру все-таки прокачали, здесь детализация побольше. Давайте переключусь на широкоугольную камеру. Ну, обе широкоугольных камеры довольно посредственные, но все равно у S20 FE картинка хуже, заметно. Заметно хуже, хотя я нахожусь возле довольно освещенного места, ну, как для ночи. На ширике очень темная картинка. Давайте на основную камеру переключимся. И детализация у S21 FE, как по мне, повыше, чем у S20 FE. Вот видите, на доме можно посмотреть. И давайте уже для полной картины переключимся на трехкратный оптический зум. Сравним. Друзья, так оба смартфона снимают на фронтальную камеру ночью в разрешении 4К 30 кадров в секунду. Пока что по превью непонятно. Мне кажется, что цвета правильнее на S21 FE. На S20 FE какое-то небо очень фиолетовое, что ли. Высветлено оно программно. Мне это не очень нравится. Пускай будет уже все-таки картинка немного потемнее, но ближе к тому, что мы видим невооруженным глазом ночью. То есть я вижу, ну, небо сероватое, черное, но не фиолетовое. То есть есть шумы, я так понимаю, это просто цифровый шум на фронтальной камере. Вот такая картинка на фронтальную камеру ночью. Как вы поняли, S21 FE серьезно прокачали во всех важных для современного пользователя аспектах. И брать вместо него S20 FE нет веских причин, кроме, конечно же, экономической. Потому что цена новинки на старте плавно приближается к цене флагманских S21. О том, стоит ли брать флагманский смартфон линейки Samsung или фанатская версия особо ничем от него не отличается, об этом мы с вами поговорим в следующем видео.